Гололёт образуется при температуре от нуля до трёх градусов. Осторожно передвигаться следует не только водителям на авто, но и пешеходам, не торопясь, наступая на всю подошву. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите металлические набойки. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с металлическим наконечником. Самые частые зимние травмы – переломы лучевых костей рук, лодыжек и рёбер, нередки растяжения связок, ушибы, черепно-мозговые травмы. Особенно опасны падения для пожилых людей. Часто они заканчиваются тяжёлыми переломами. В травмпункт поликлиники по улице Гагарина за неделю поступило 400 человек. 290 пациентов – растяжение, ушибы коленостопного сустава. Из них 100 – это переломы. 60% пациентов к нам поступают дети. За детьми родители где-то не уследили, на улице где-то упали. Или ударились. Перепереломы для пожилых людей – это очень сложно. И мы рекомендуем им приём кальций-детеринкомет для улучшения восстановления костной ткани. По данным регионального ГИБДД, на дорогах республики за минувшие выходные из-за несоблюдения требований при гололёде произошло 9 ДТП. Травмоопасность для пешеходов повышается вперёд весенней капелли с ночными заморозками. Тротуары и проезжая часть дорог в тени, наледи на перекрёстках и остановках должны подсыпаться и очищаться в первую очередь, отмечают в ГИБДД. У нас с четырёх утра каждый день выезжает три пескотряса, начинаем от центра города, на сложных участках дорог, а также у нас задействована бригада собственной базы на автомашине газ, то есть ручная подсыпка по тротуарам, по остановкам. После обеда, после час пик тоже производится подсыпка по всем участкам повторно. Снег продолжаем вывозить, сейчас мы вывозим на улице по улице Ленина, на перекрёстках, около светофоров. Вчера мы закончили вывозить с улицы Кочетово. Если в городе плохо убирают снег или нет подсыпки на тротуарах и перекрёстках, можно обратиться в общероссийский народный фронт Тувы. Там следят за содержанием дорог. Смотрим, чистят ли тротуары, чистят ли пешеходные переходы, остановки автобуса, то есть, чтобы людям было удобно, делается ли подсыпка. Центральные улицы, так, более-менее обраты, я не говорю, что ничего не делают. Вот здесь вот ещё даже, смотрите, не окраина, но уже тротуар не убирает, есть пешеходные переходы с Кортские. И то, что снег вовремя не вывезли, они начали поздно в этом году вывозить. Это, очевидно, нужно обратить всё-таки мэрии на то, что в благоустройстве нет техники. Внесите коррективы в привычный маршрут, выходите из дома заранее, чтобы избежать спешки. Вне зависимости, пешеход вы или водитель. Ни в коем случае нельзя перебегать дорогу. На обледеневшей дороге автомобиль может не успеть остановиться, так как тормозной путь удлиняется. Расскажите детям о безопасном поведении во время гололёда. Водителям следует воздержаться от дальних поездок, поскольку снег и гололедица делают движение на дорогах особенно опасным.